всем привет сегодня я хочу поделиться своими впечатлениями после почти трехмесячного использования данного ножа моем канале есть видеоролик с его распаковкой и первыми впечатлениями в том видеоролике я объяснял причины покупки именно этого ножа и все остальное в первую очередь хочется поговорить о преимуществах и плюсах они очевидны об этом свидетельствует вот такой вот темлячок с угрожающей бусиной в виде черепа которым я решил наградить этот нож за отличную службу как предмет и диссишного ношения нож повел себя очень шикарно потому как его эксплуатация пришлась на активную фазу новогодних праздников ножом было скрыто бесчисленное количество различных подарочных упаковок для себя моей семьи а также окружающих ножом отрезано великое количество различных этикеток и предметов одежды которые покупались в этот период я определенно решил для этого ножа сделать также подставочку из дерева это будет мой третий опыт в ремесле резьбы по дереву первые два таких опыта есть также у меня на канале что мне больше всего импонирует в этих процессах всегда наблюдается прогресс и резать для этого ножа я буду разумеется зомби созвучно с названием ножа и это будет уже не плоскорельефная резьба а полнообъемная так как насмотревшись видео в ютубе на эту тему я узнал для того чтобы заниматься объемной резьбой досочки можно просто склеивать на клей пва это будет по моим планам фигурка такого вот зомби которого будет пронзать данный нож будет декоративная поделочка ну и конечно же нельзя не сказать о минусах дело в том что как только этот нож попал ко мне в руки я не мог не удерживаться от соблазна клацать им таким вот образом практически тотально и зачастую в течение полутора месяцев доставал его из кармана исключительно лишь с целью побаловаться потому как это действительно очень увлекательно после полутора месяцев такой эксплуатации пружиночка не выдержала и треснула большущему моему разочарованию но на алиэкспресс мне также удалось найти эти пружинки заказать и через месяц мне пришли шесть вот таких вот пружиночек специально под этот ножик причем цена каждой из них обошлась по моему менее чем в 40 рублей и в настоящее время у меня имеется 6 жизней для этого инструмента но в сегодняшнем видеоролике я также проведу небольшой сравнительный тест как и обещал именно на предмет выживаемости режущей кромки ножа так как на сайте китайцами было заявлено что это сталька vg10 я буду сравнивать его с ножом спайдерка на котором доподлинно известно марка стали это настоящий спадерочка у меня эндуро каких-то сверх нагрузок ножам я давать не буду для начала я хочу показать приличную заточку этих ножей в чем помогает мне как обычно газетка неудобно поднялся ветер такой большой вот видим что срезом газеты эти ножи справились вполне уверенно понимаю что это звучит как минимум странно но на природу я с собой прихватил вот такую вот бревнышко это яблоня я припасе им свое время с целью что-нибудь изготовить потом из такого как всем известно твердой породы дерева как яблоня вот и это я и попробую сейчас построгать ну что же дерево как я уже отметил твердое поэтому достаточно тяжело поддается строганию но вот я его решил использовать только что целью чтобы как можно больше и быстрее подвергнуть воздействию режущей кромки ножей и и и и и и и и зато обычную палочку ножи кромсают достаточно уверенно причем интересно что на данный момент я не могу сделать однозначного вывода какая же рукоять все более удобно ну конечно же вот это вот потому как у эндуро она слишком тоненькая и более агрессивно вминается в ладонь нашел такую вот обмотку от кабеля по моему материал пвх я думаю это будет шикарным испытанием на режущей кромки а и и и и и и и Так, ну что же, старался я одинаковое количество резов делать двумя этими ножами. Так, и сейчас вот если поймать проблески на солнышке, то я вижу уже отсюда, что есть замятие у китайского микротека. Вот так же проблески имеются, кстати, и в японской стали. Но это мы еще посмотрим в ходе дальнейших тестов. А сейчас же я предлагаю переместиться домой и подвергнуть испытуемых новым тестам. На самом деле особо долго ножики я мучить не буду. Попробую лишь порезать немного линолеум. Вот у меня кусочек такой имеется. Он у меня, кстати, на войлочной основе. А как известно, войлок отлично подходит для тестирования ножей. Так, ну что же. По впечатлениям приблизительно одно и то же, но рукоять эндуро, она очень неприятно, наминает ладонь. То есть по рукоятке выигрывает, конечно же, микротек. Сейчас мы выясним, что же осталось от способностей режущих кромок так эффектно резать газету, как в начале видеоролика. Видно, что мнет. Ну и видимых повреждений хватает. Небольшие заминчики проблескивают на японской стали WG-10. Это, конечно же, я полагаю, от ПВХ трубочки произошло. И на этом клинке абсолютно такие же замятия. Ну, как мне кажется, они здесь немножко посильнее. Вот такое ощущение, что газеточку Майкротек из Китая... Да нет. Показалось. В общем, приблизительно на одном уровне. Оказались режущие кромки этих двух ножей. Хочется отметить про этот нож, так как видео все-таки посвящено ему. Сегодня, я считаю, он показал себя вполне достойно. Всем спасибо за просмотр. Всего доброго.